Сегодня мы находимся рядом с ДРК «Мармелад», на парковке которого продолжают забастовку водителей такси «Яндекс». Вот мы видим десятки водителей, которые собрались в водительстве с 6.30 утра. Вот видим много людей. Ну, больше 6 тысяч человек здесь точно. Вот все в масках. Я хочу, чтобы просто мои слова такие, чтобы нас услышала наша власть, что мы брошены, что мы устали от беспредела, от правового и юридического. Я правильно сейчас говорю эти слова? И нам нужно просто, чтобы на нас обратили внимание и с нами разговаривали. С нами должны разговаривать. Трудовая инспекция, профсоюзы, на уровне депутатов, депутатов. Все. Нас больше просто, у нас выхода нет. Вопросов, да, на самом деле, очень много. Для начала эти представители должны запомнить одну вещь. То, что со Сталинграда всегда начиналась победа. И Волгоград эту традицию продолжит. И для начала представители агрегаторов должны позаботиться о том, чтобы предоставить полную информацию о заказе. Это первое. Это первое. И отменить все оценки в экономе. Эконом-класс за 39 рублей поездка, и потом тебе недобросовестные пассажиры выставляют плохие оценки, если у них плохое настроение. Это влияет на доход водителей. Это должны понимать все. Тайное голосование, то есть, короче, что они хотят, то и делают. На каком основании нам юридически диктуют условия труда. Все. Это вот наш просто вопрос. Почему нам юридически Яндекс диктует условия труда? Он нам, короче, назначает зарплату по большому счету, он ее регулирует. Но если он ее регулирует, то Яндекс должен создать себя работодателем. Что он делать не хочет, и юридического статуса между нами практически нет никакого.